Мы против 3.73. Авто с такими надписями можно было увидеть в среду по всей стране. Цифры означают сумму, которую с середины ноября 2015 года владельцы фур должны платить за километр пробега по федеральной трассе. Ивановцы тоже присоединились к акции. За разрушение дорог нужно платить. Так решил парламент еще в 2013 году. Правда, на начало действия закона ввели льготный режим. Полтора рубля за километр. За что я должен заплатить? Если выехать за Иваново, там, за Волжскую, этих даже дорог нету, яма на яме, колеса отпадают у людей. За что платить? Пускай построят сначала, а потом платить будем, потом посмотрим. Хорошо? На акцию вышли скромно, пробок не создавали. Выстроились на улице Лежневской, затем двинулись к московской трассе. Там и остановились. Дальнобойщики надеются на понимание всех участников дорожного движения. Ведь дополнительный налог на большегрузы – это не только их проблема. Если люди к нам не с пониманием относятся, то люди не понимают, что через некоторое время, когда этот налог войдет в силу, цены в магазинах поднимутся на ту же самую стоимость, что и из нашего кармана будут забираться деньги. У каждого из нас есть дети, которые тоже хотят есть, а наше государство пытается просто этот кусок хлеба у наших детей изо рта вытащить. Депутату Госдумы дальнобойщика не понять. Первые переживают за дороги, вторые за то, что с новым налогом работать будут в лучшем случае в ноль, а то и в минус. Сейчас, например, чтобы выехать на круг Иваново-Краснодар-Иваново нужно 30 тысяч рублей. Оплатить платную дорогу. Солярка. Он не может уехать без солярки. Хотя бы на дорогу в одну сторону. Командировочный. Ему надо есть, ему надо пить. У него должны быть какие-то деньги. Мало ли, проколол колесо. Там, ну, все что угодно. Мелкий какой-то ремонт. То есть, чтобы уйти в рельс, машина должна как минимум, значит, он идет 30 тысяч плюс 10 тысяч платная дорога. Вот 40 тысяч мы должны потратить до того, как он уехал. Вот, чтобы ему уехать из Иваново в Краснодар. Заработать с такой командировки дальнобойщик 20 тысяч рублей. И это без налога, который теперь съест половину прибыли. Водители по всей стране просят отменить налог еще до его введения. В противном случае они обещают отказаться от каких-либо перевозок грузов.